В том, что этот материал действительно разноликий, убеждаешься после первых минут посещения экспозиции Натальи Глевацкой. Работы отличаются яркостью, неповторимостью, уникальностью идеи, будто игрушки, предметы одежды или картины. И все потому, что в каждую она вкладывает любовь. Брещенку можно смело назвать фанатом своего дела. За что бы она ни бралась, ко всему подходит серьезно. Трудится над малейшей деталью изделия. Результат налицо. Гости выставки смогли оценить разнообразие шедевров рукотворной работы. Здесь и дизайнерские наряды, пальто, платье, блузы, жакеты. Единственные в своем экземпляре аксессуары, украшения, сумки, шарфы, варежки. Помимо этого изобилие предметов туалета, креативные игрушки и яркие картины из шелка, кружева и шерсти. Вспоминая первые шаги творчества, которые она сделала 6 лет назад, Наталья Глевацкая с восхищением рассказывает о материале, с которым решила подружиться после вязания и вышивки. Я была без ума и счастлива от этой работы, потому что для меня это была магия шерсти. Что из шерсти на каких-то может получиться какое-то изделие, и туда можно что-то положить. А что касается технической части? Сложная работа, сам процесс? Сам процесс сложный, конечно, потому что техник бывает много. У меня выставка называется «Разноликий войлок». Для себя я так и не определила направление, в котором кто-то валяет шляпы, кто-то делает одежды, игрушки. Я работаю во всех техниках, в любых направлениях, потому что мне это интересно. Техника «Мокрое валяние» – процесс трудоемкий, он требует физической нагрузки. Над таким изделием потрудиться приходится не одну неделю. Глядя на работу рукодельницы, нельзя не заметить, насколько качественно. Без единой погрешности выполнены изделия. Сразу видна рука мастера. Сам процесс раскладки шерсти очень долгий. Раскладывается в несколько слоев. А потом идет увалка. Увалка – это такой процесс, когда руки становятся, кровоточат, стирается кожа. Бывает такое, конечно. Поэтому много используешь тоже старинных приспособлений наших предков. Тот же рубель, которым скатываешь в рулон и валяешь. Используешь где-то виброшливовальную машинку мужскую. В общем, приспособлений, выкручиваемся как можем. Учителей у женщины в данном виде творчества не было. Отличным путеводителем в деле стал интернет. Однако, подчеркивает автор выставки, сами идеи работ принадлежат исключительно ей. Шаг за шагом, деталь за деталью, каждый раз рождается новый шедевр. Волок справедливо прозвали пластилиновым текстилем. Наблюдая за тем, как ловко справляется Наталья Глевацкая с материалом и как на глазах оживают задумки в ее руках, понимаешь, за что рукодельница так любит это увлекательное занятие. И как на самом деле Волок разнолик. Отметить для себя эти факты смогли все без исключения пришедшие гости.